Добрый день и добро пожаловать в нашу студию Дукас Капит ТВ. С вами я, Моника Гибсон. С вами у нас сегодня в студии Филипп Фроуликер из FGP Capital. Добрый день, Филипп. Спасибо за приглашение. Очень рада вас видеть. Сегодня мы находимся здесь, в Женеве. Хотелось бы с вами поговорить о том, какой была реакция мирового рынка на действия и решения Европейского Центрального Банка, а также как отреагировал наш рынок, рынок Швейцарии. Буквально на этой неделе евро снизилось по отношению к доллару, к отметке 1,28. Как эти события воспринял рынок Швейцарии и как это повлияло на такую пару, как евро, швейцарский франк? Очень много вопросов, но они, безусловно, все между собой связаны. Это правда. Давайте для начала поговорим о решении Марио Драги в отношении монетарной политики. Он заявил о том, что монетарная политика Европейского Центрального Банка должна быть дополнена сильными и заслуживающими доверия мерами. Это комбинация финансовой политики, структурных реформ и инвестиций. Это три основополагающих элемента. В течение последних трех лет монетарная политика Европейского Центрального Банка не могла справиться с ликвидной ловушкой. Необходимы новые дополнительные меры. Скорость обращения денег снизилась. Именно поэтому монетарная политика не может генерировать инфляцию. Несмотря на такой пессимистичный настрой, на все эти трудности, некоторые аналитики считают, что кредитные и акционерные банки могут получить на этой ситуации хорошую прибыль. Вы с этим согласны? Да, наверное, я соглашусь. Банковский сектор довольно привлекателен. Как правило, мы не даем советов по инвестициям. Но в данном случае я бы хотел отметить, что в инвестиционном плане привлекательны итальянские банки, а именно самые крупные и успешные банки, такие как Интеза или Медиабанк. Они довольно интересны с точки зрения оценочной стоимости. Французский банк BNP Paribas, ему также есть куда расти. Что касается испанских банков, у них схожий профиль, но рынок уже рассчитывает на большее в процессе нормализации. Если вы любите риски, я думаю, вам могут быть интересные банки России. Особенно самый крупный банк России – Сбербанк, на который, безусловно, негативно влияют макро-риски. Но с фундаментальной точки зрения, это довольно солидный банк. Что касается Швейцарии, то это UBS. Если говорить о целевом уровне цен по акциям, то нижний предел находится на уровне 14-15, а верхний предел на уровне 20-22. Я думаю, вы сможете успешно на этом сыграть. Но при этом весьма маловероятно, что мы увидим, как акции UBS будут торговаться на уровне 8, который мы уже наблюдали в 2007 году. Коэффициент стоимости предприятия был намного больше, но для владельцев акций это было не совсем удачное время. Я бы сказал, что не стоит питать больших надежд, но уровень 20-25 вполне вероятен. Звучит довольно интересно. Что касается вопроса нормализации, то он вызывает некое недоумение. Если говорить непосредственно о США, доллар США укрепляет свою позицию. Он демонстрирует уверенный рост. Я даже не знаю, что может его остановить. Учитывая все это, можно сказать, что данный тренд является вашим другом в данный момент. Да, что касается валютного рынка, зачастую тренд является вашим другом. На сегодняшний день наименьшее сопротивление соответствует позиции доллара США. Но есть очень большая вероятность того, что через пару недель валютный курс американской валюты снизится к отметке 1,20, нежели повысится до уровня 1,40. Некоторые утверждают, что члены Европейского Союза не могут договориться между собой. Позиция евро должна быть ослаблена еще больше. И в результате Центральный банк Швейцарии немного сможет ослабить пороговое значение 1,20 для валютной пары евро-жвейцарский франк. Лично я не думаю, что это произойдет. На протяжении нескольких последних месяцев они готовили себя к этому решению Европейского Центрального банка. Главная проблема для Швейцарского Центрального банка является то, что они должны запастись евро на будущее. Там мы уже не раз говорили о предельном значении 1,20. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами и поделились своим мнением по этой ситуации. Спасибо и вам, Моника. Наша программа подошла к концу. Мы с вами прощаемся. Оставайтесь в Дукаскопе ТВ. До свидания.